В один из ноябрьских дней произошло знаковое событие в Гомельском областном центре Олимпийского резерва по теннису. Сюда с мастер-классом приехала группа специалистов из Минска во главе с самим Владимиром Волчковым. Главный тренер национальной команды Республики Беларусь, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Беларуськая теннисная федерация» Владимир Николаевич Волчков. Владимир Волчков один из самых прославленных беларуских теннисистов. Двукратный полуфиналист турниров «Большого шлема». Дважды участник Олимпиад. Ныне главный тренер национальных команд Беларуси. Для проведения мастер-класса в Гомеле наставник взял с собой целую плеяду профессионалов. Виталий Версоцкий, Егор Смоляков, Павел Ржепецкий, Мацей Домко. Помогал и молодой перспективный теннисист Максим Дубаренко. Участниками же мероприятия стали не только гомельчане. Приехали также ребята из Могилева. И, пожалуй, мастер-класс в таком формате впервые прошел за пределами столицы. Данное мероприятие, я думаю, является одним из первых, надеюсь, в длинном списке мероприятий выездных, которые будет реализовывать Белорусская теннисная федерация с целью продвижения современных методик теннисной подготовки. Сегодня мы будем оживлять теннис в регионах. Это важнейший момент. Нам нужен приток талантливых, способных, мотивированных детей. И сегодня есть с чем поделиться. То есть на базе Национальной теннисной академии уже сформирован определенный современный принцип подготовки. И мы с радостью им делимся. Здорово, что такие мероприятия мы начали их организовать. В спорте результат во многом зависит от используемой при подготовке спортсмена тактики. Важно всегда искать новые прогрессивные пути развития. Это и практикуют в Национальной академии тенниса. Но начинается все в любом случае с разминки. И тут есть свои нюансы. Принцип работы Волчкова и его коллег – так называемые интегрированные тренировки. Суть – отойти от ежедневного повторения одного и того же. И каждый день в недельном микроцикле сосредотачиваться на чем-то конкретном. Это, в свою очередь, влияет на особенности разминки, объясняет Владимир Волчков. На все должны быть свои подводящие упражнения. Также важно всегда включать в процесс соревновательные элементы. Юным спортсменам тренировка в новом формате явно пришлась по душе. Как, собственно, и тем, кто ее проводил. Ощущение самое хорошее. Мне очень нравится энергия мероприятия. Очень приятно видеть, что гомельчане с большой радостью откликнулись на приглашение прийти и воспринять ту информацию, которую мы с радостью делимся, касательно тренировочного процесса. Ну и вообще, очень радует интерес к теннису. И здорово, что у нас сегодня есть и теннисные корты, и люди, которые хотят, чтобы теннис развивался, заинтересованы. После разминки отработка разных техник. Как неоднократно говорил Владимир Волчков, теннисист по корту не бегает, теннисист по корту двигается. Действительно, во время матча спортсмен сталкивается с многообразием и непредсказуемостью игровых ситуаций. Игрок должен быть готов ко всему. Потому и существует целый комплекс специальных упражнений. На скорость, реакцию, технику, взрывные качества, выносливость. Плюс свои секреты в чередовании нагрузок и отдыха. Теннисисту нужно уметь работать в разных режимах. И тренировочный процесс должен быть выстроен так, чтобы проработать все эти режимы. Не устает повторять Владимир Волчков, для которого теннис стал без преувеличения смыслом жизни. Это очень красивый вид спорта. Я могу сказать с полной ответственностью, что я, наверное, в жизни не встречал ни одного человека, который сказал бы, чтобы он об этом пожалел. И 99% людей, может быть и 100% людей, благодарны, что их судьба привела в теннис. И это здорово. Сейчас Владимиру Волчкову 38 лет, из которых более 30 в теннисе. В 2004 году он вывел белорусскую команду в четверть, а затем и в полуфинал Кубка Дэвиса. А в 2000-м Волчков сотворил настоящую сенсацию на Уимблдоне в Лондоне. Мало кому известный тогда 237-й номер рейтинга ITP неожиданно сумел добраться до полуфинала. После этого он взлетел в рейтинге сразу на 70-е место. В копилке Владимира Волчкова немало и других достижений. Но эти самые значимые. По нашей просьбе гуру поделился мыслями о том, что нужно, чтобы стать хорошим теннисистом. Основные качества. Здесь в этом деле не обойтись без таланта. То есть мы можем много говорить про трудолюбие и про многие другие влияющие факторы. Но определенно для того, чтобы реализоваться в полном мере, спортсмен должен быть талантлив. То есть у него должны быть способности к этому виду спорта. Дальше это, безусловно, терпение и дисциплина. Без этого невозможно вообще дойти до того уровня, когда ты можешь называться профессиональным теннисистом. Безусловно, это ресурс. То есть теннис в том виде, в котором он сформировался сегодня, это относительно недешевый вид спорта. Безусловно, это современные методики, по которым ты работаешь с тренером. Потому что можно тратить энергию, но делая неправильную работу, ты не приближаешься к результату. Здоровье. То есть факторов, которые влияют на то, чтобы спортсмен состоялся или не состоялся, огромное множество. И в отдельных случаях при правильно выстроенной системной подготовке мы можем увеличить процент реализации спортивного таланта. И это то, чему мы уделяем много внимания. То есть мы ставим перед собой задачу, если талантливый ребенок попадает в нашу систему, то мы хотим, чтобы он с очень высокой долей вероятности реализовался как профессиональный спортсмен. И я думаю, что у нас это получится, но, конечно, нужно еще время. Как говорится, дорогу осилит идущий. Верится, что на мировом теннисном небосводе вскоре зажгутся новые белорусские звезды. А что касается массового тенниса, как было сказано выше, еще никто не пожалел о том, что занялся этим видом спорта. Так что, если сомневаетесь, вести ли ребенка на теннис, не сомневайтесь. Тем более, что в Гомеле создано достаточно условий для серьезной подготовки спортсменов. Есть собственный центр Олимпийского резерва, где, кстати, обучают не только большому, но и настольному теннису. Мы должны понимать, что сегодня заложить базу ребенка надо с младшего возраста. Есть возможность у нас сегодня дать нагрузку ребенка с начальной подготовки. Дети идут с удовольствием, родители довольны, тренерский штаб работает. В количестве 10 человек штатных тренеров у нас работают по теннису, 2 человека работают по настольному теннису, штатные работники. Настольный теннис мы развиваем на базе легкоатлетического манежа, это бывшая база «Динамо». У нас там 10 столов находятся, работают 2 штатных тренера и плюс у нас на полставки тренер работает, на сельмаше профсоюзной школы. Гомельский центр Олимпийского резерва по теннису располагает внушительной инфраструктурой. Здесь имеется 5 открытых кортов, 3 с искусственным зеленым покрытием и еще 2 с грунтовым. Они работают в теплое время года. А в холодное к услугам занимающихся 5 крытых кортов с покрытием террафлекс, расположенных внутри огромной воздухоопорной конструкции. Кстати, такое сооружение единственное в нашем регионе. Подобное есть только в Светлогорске, но там оно лишь на 2 корта. Здесь же их 5 на общей площади 4000 квадратных метров. В общем, есть где развернуться. Детям мы можем предложить как занятия в начальных группах настольного тенниса, так и в начальных группах тенниса. Отмечу то, что у нас сегодня проводится на начальной этапе, это на платной основе. Потом есть возможность у детей перейти на бесплатную основу обучения при сдаче переводных экзаменов. Если ребенок сдает переводные экзамены, он переходит в группы, где занимается бесплатно. Платно дети занимаются первые 2 года. При успешно пройденных тестах далее можно посещать центр бесплатно. Сегодня здесь обучаются в общей сложности около 600 ребят. Современность диктует свои требования, и ЦОРу необходимо расширяться. По сути, изначально были только корты до пары раздевалок, чего явно недостаточно. Потому по инициативе областной федерации тенниса и при поддержке местных властей к центру было пристроено дополнительное здание. Оно сдано в эксплуатацию в 2016 году. Здесь разместились тренажерные залы, восстановительный центр. Теперь в распоряжении воспитанников и посетителей центра современная просторная тренажерка, оборудованная всем необходимым. Внушительная силовая зона и упакованная по последнему слову техники зона с кардиотренажерами. Плюс необходимый набор снарядов и силового инвентаря. Все это позволяет дополнительно проработать любую группу мышц. А после тренировки можно отдохнуть в восстановительном центре. Здесь устроен мини-бассейн и сауна, обитая, кстати, осиновой доской. В качестве развлечения игра на бильярде. Для этого тоже создана отдельная комната. Также оборудованы новые раздевалки. Индивидуальные шкафчики, душевые. Все как положено. Словом, центр постоянно развивается и предлагает все более современные условия. Появляются и первые плоды. Некоторые воспитанники уже громко заявляют о себе. У нас Юлия Шупеня, значит, выполнил норматив мастера спорта Республики Беларусь. В настоящее время она за границей. Она была принята в Чикаго в университет. Ее приняли как спортсменку, как теннисистку. И она там, значит, осваивает специальность спортивного журналиста и играет в теннице в университет. Выполнить норматив мастера спорта Республики Беларусь очень сложно в теннисе. Это надо попасть в четверку взрослых. Учитывая то, что у нас теннис довольно-таки на высоком уровне в Беларуси. И попасть в четверку не так просто. Она была третьей на чемпионате Беларуси. Есть успехи и у младших воспитанников центра. Так Даниил Харьков уже дважды участвовал в первенстве Европы среди спортсменов до 14 лет. Заметно прогрессируют и подопечные тренера Алексея Никулина, Николай Баньков и Алексей Хомротов. Они, кстати, на мастер-классе сыграли тайбрейк в парах с Владимиром Волчковым и Максимом Дубаренко. 11-летний Коля Баньков сейчас является первой ракеткой страны в своем возрасте. Уже участвовал в первенстве Европы до 12 лет. Леша Хомротов отметился тремя первыми, а также вторым и третьим местами на детских турнирах в США. Мастер-класс от самого Волчкова зашел ребятам на ура. Хорошо, я рад, что я играл парус с Владимиром Николаевичем Волчковым. Он хороший тренер, он хорошо тренирует детей. Я узнал очень много новых упражнений. Мне очень было интересно, потому что приехал Владимир Николаевич Волчков. Он был в полуфинале в Белоруссии, очень знаменитый игрок. Интересно было тоже очень хорошо. Новые упражнения узнал. Нельзя не упомянуть и еще одного воспитанника гумельского цора. Это 16-летний Денис Жарин, которого приняли в Национальную академию тенниса и в резерв белорусской сборной. О нем, кстати, весьма лестные отзывы. С большой радостью хочу отметить Дениса Жарина, но ни в коем случае, чтобы он не расслаблялся. Потому что были прецеденты, когда какие-то фамилии называешь, и потом как-то это неправильно интерпретируется. Наблюдается какая-то халатность потом в тренировочном процессе. Но вместе с тем, мы благодарны этому центру, что Денис Жарин сегодня у нас тренируется на базе Национальной академии. Он подает хорошие надежды. Он очень дисциплинированный, трудолюбивый спортсмен. У него хорошая культура отношения к тренировкам. И сегодня он уже одерживает победы и на международных турнирах. Вторая часть мастер-класса Владимира Волчкова в Гомеле была больше ориентирована на обучение местных тренеров. Ведущий подробнее рассказал о дифференциации тренировочных дней по видам работы. О том, как через метод интегрированной тренировки уделяется внимание всем специальным качествам, необходимым для тенниса. Детальнее разбирали упражнения. Было подчеркнуто, что теннис – коммерческий вид спорта. И он многопиковый. То есть задача спортсмена не в том, чтобы 2-3 раза в год выходить на пик формы под определенные старты. Необходимо постоянно держать тонус, чтобы быть в состоянии отыграть за год 20-30 серьезных турниров. Кстати, система Волчкова уже доказала свою состоятельность. Наша мужская команда по этим принципам готовилась к матчам Кубка Дэвиса. И несмотря на отсутствие игроков в топ-100, белорусы вышли в первую группу евроафриканской зоны. И сейчас минчане хотят внедрять свою систему тренировок и в регионах. В Гомеле тому нашлось реальное подтверждение. То, что я увидел за эти несколько часов, это я вижу голодные глаза детей, огромный интерес родителей. Я вижу заинтересованность руководителя центра. Вопросы, которые он сегодня поднял на кратком совещании, они актуальны. И то, что он их задал, видно, что человек изучает вопрос. Потому что мы, в принципе, те же вопросы задаем и в Минске. Это здорово. То есть люди вникают в суть важных моментов. Есть запрос, есть огонь в глазах детей, есть тренера, есть материально-техническая база. Я думаю, что если вот эту материально-техническую базу наполнять правильной информацией, то вырастает уровень культуры теннисной. В частности, и это, конечно, будет сказываться хорошо на результатах. В любом случае, сегодня полные корты детей и родителей. Всем все нравится, значит, мы же делаем что-то правильно. А в дальнейшем мы с Владимиром Николаевичем договорились, что такие мастер-классы надо проводить почаще. Может быть, не так часто, что там каждый месяц, но хотя бы раз в полгода. Вот на сегодняшний день мы проводим зимой в крытых кортах. Есть договоренность, что мы проведем это с большим размахом уже летом, где у нас открытые корты. И будем приглашать Владимира Николаевича также посетить Светлогорск. Потому что имя о многом говорит. Воплотятся ли в жизнь идеи, покажет время. Во всяком случае, доброе начало положено. Увенчался мастер-класс Владимира Волчковой компании, раздача автографов и мини-фотосессий. Теперь главное, чтобы полученный импульс стал точкой отсчета нового витка развития гомельского тенниса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова